В одном зале собрались самые активные из числа людей с ограниченными возможностями здоровья и те, кто помогает им проявить себя в разных сферах, в том числе в творчестве, спорте и в бизнесе. Римма Иванкина сама занимается спортом и тренирует детей инвалидов. Сейчас, говорит, в городе есть все условия, чтобы не сидеть сложа руки. Это, пожалуй, единственный город в России, где по безбарьерной среде достигнули таких успехов. Я сейчас чувствую себя просто здоровым человеком, потому что я могу из Адлера свободно выехать на коляске, сесть в автобус низкопольный, они все с пантусами, приехать в любой район города. Самых активных людей, которые ежедневно доказывают обществу, что ничего невозможного нет, награждал медалями глава города. Три семьи получили материальную помощь от городской общественной организации «Лига женщин. Мост добра». Благодарили сегодня и тех педагогов, которые подготавливают детей к участию в фестивале «Хрустальный петушок» и тех, кто занимался с Данилом Плужниковым. 13-летний мальчик, ростом 98 сантиметров, стал победителем «Серебряного голоса Кубани», а сейчас прошел отбор в федеральное телешоу «Голос дети». Работа с инвалидами в Сочи проводится на системной основе. В первую очередь это отношение сочинцев к людям с ограниченными возможностями здоровья, которых теперь можно встретить на улицах Сочи. Для их свободных прогулок построены пандусы, лифты, подъемники и вся инфраструктура. Еще раньше в Ванкувере я получил паралимпийскую прививку, когда увидел, что люди с ограниченными возможностями героически сражаются на спортивных полях. И видел, что там в Ванкувере были созданы условия для передвижения колясочников, были созданы условия для занятия спортом людей, которые имели ограниченные возможности. И, конечно, у меня было тогда огромное желание видеть свой город таким же. Сочи спустя несколько лет по доступности стал, по словам Анатолия Пахомова, лучше зарубежных городов. Это был первый пилотный проект на территории России по созданию безбарьерной среды. А вслед за хорошими условиями появилось и желание у людей с инвалидностью проявлять себя. Вот, например, Евгения Рожковская, который совсем не слышит, стала победительницей краевого конкурса «Красоты». Сегодня на награждение она пришла вместе со своим сыном. Люди с ограничениями по здоровью стали общаться чаще. Вот такой совместный концерт тому подтверждение. В нем они приняли участие наряду с профессиональными артистами. Грина Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».